Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить об экономической природе, экономической подоплёке наполеоновских войн, ну и конкретно об экономической подоплёке участия России в наполеоновских войнах. Поскольку, вообще-то, конечно, опять же, здесь я нахожусь в этой лектории в определенном меньшинстве, потому что здесь преимущественно военные историки, которые очень хорошо расскажут про устройство войск, про ход сражений, про тактику, стратегию основных действующих сил и так далее. Я, как социальный историк, всё-таки сосредотачиваюсь на совершенно других темах. Меня гораздо больше волнует, почему всё это вообще произошло. Почему именно в таких конфигурациях именно такие силы начали друг другом воевать. И в этом смысле, казалось бы, наполеоновские войны очень логичным продолжением всего того, что творилось в XVII веке, являются и для Франции, и для России, и, естественно, для основного антагониста Франции и Великобритании. Однако в них есть своя специфика, и ведь не случайно они оказались переломными, и после них в значительной мере природа конфигурации европейской политики вообще изменилась. Кстати говоря, ведь если мы посмотрим на XVIII век, то весь XVIII век он пронизан сквозным сюжетом противостояния Англии и Франции, как основных действующих лиц европейской политики, и эти две державы вокруг себя выстраивают коалицию, втягивая в свой спор, в свою борьбу практически все основные страны, в той или иной степени, вокруг них выстраиваются такие вот иногда долгосрочные, иногда тактические альянсы, и, естественно, Россия тоже, становясь влиятельной европейской державой, действительно все время в эти альянсы включаются. Но проблема в том, что наполеоновские войны, с одной стороны, завершают эту логику, а с другой стороны, ее полностью ломают, потому что по окончании наполеоновских войн уже вся конфигурация будет совершенно другой. И не случайно потом уже следующее крупное столкновение в Европе, которое произойдет сильно позже, то есть мы знаем, что это будет Крымская война, то есть в 1850-е годы, и она будет уже совершенно другой конфигурацией, принципиально другой, когда Англия и Франция вместе будут воевать против России. При том, что, я уже говорил в лекции про Крымскую войну, это неожиданно было поворотом как для Петербургского двора, который не ожидал подобного хода событий, так, в общем, для значительной части людей в Западной Европе еще вот где-то в 40-е годы XIX века, представить себе такой вот разворот событий, было довольно трудно. Ну и вернемся все-таки к XVIII веку, и затем посмотрим, что же произошло такого, что с одной стороны подняло масштаб конфронтации, а с другой стороны изменило расстраивание. Ну, понятно, и еще раз говорю, что все прекрасно знают, что это была Великая французская революция, которая стала совершенно неожиданным событием для европейской геополитики, потому что, с одной стороны, все традиционные альянсы, которые были династическими или прагматическими, или, в лучшем случае, между государствами, они вдруг измерение социально-идеологической обрадыли, которого они не имели до этого. Знаете, когда, допустим, Англия воевала с Францией во время войны за австрийское наследство, вопросом, какая идеология доминирует в Юст-Мистере, какая идеология доминирует в Иерсале, это был абсолютно десятый вопрос. Хотя идеологические различия существовали. Точно так же вопрос о социальной природе политического режима, допустим, во Франции, Англии, допустим, в Пруссии, или Австрии, или Российской империи не стоял, не вставал на этот момент, он был абсолютно второстепенным, то есть он существовал, действительно существовали принципиальные различия между, допустим, предположим, просвещенным абсолютизмом Фридриха Великого в Пруссии, или политическим режимом Марии Терезии, и потом тем политическим режимом, который Иосиф Второй создал в Австрии, соответственно, опять же, русским самодержавием, и абсолютизм во Франции, не говоря уже о парламентском анархии Великобритании. Опять же, уровень буржуазного развития, как мы тоже понимаем, был в разных странах. Но, тем не менее, все эти вещи не были причиной войн. Понятно, что войны были вызваны совершенно другими вопросами. И, вот, опять же, возвращаясь к той ситуации, с которой мы начали, если взять вот эту ось англо-французского соперничества, в которую, так или иначе, были втянуты все, и куда включилась с самого начала Россия, то на этой оси, в общем-то, четко обозначилась именно противоречия, связанная с развитием капитализма в обеих основных европейских державах, а именно это этап торгового капитализма, когда решающим вопросом на самом деле все-таки является не уровень развития собственного производства, хотя он тоже является важным вопросом, но, наоборот, уровень развития собственного производства, вернее, возможности для развития собственного производства в значительной мере зависит от контроля над ресурсами. То есть через колониальные захваты, через первозначальное накопление капитала, через контроль над торговыми путями, через контроль над дармовой дешевой рабочей силой, такой, например, как рабы в Америке, или пути поставки, транспортировки этих рабов, вы получаете ресурсы, необходимые для развития уже чистой капитализации капиталистического, классического капитализма в производстве в странах-центрах, то есть таких, как Великобритания и Франция, прежде всего. Поэтому не уровень развития собственного производства предопределяет ваши преимущества, а наоборот, способность привлечь внешние ресурсы, дешевые ресурсы, обеспечивает возможность поднять достаточно быстро капиталистическое производство. И почему я настаиваю именно этой формулой капиталистической? Потому что капитализм строился на использовании свободного труда. Но эффективность свободного труда, в свою очередь, в значительной мере зависела именно от возможности привлечения дешевых или практически бесплатных ресурсов. То есть, соответственно, чем больше этих дешевых ресурсов вы можете в свою капиталистическую экономику вовлечь, тем дешевле, соответственно, эффективнее будет ваш уже свободный наемный труд. Поэтому колониальная экспансия, война на торговых путях, захват рабов, работорговля, контроль над этими всеми процессами, обмена между новым и старым светом, это важнейший элемент, позволяющий наращивать именно современное для того времени капиталистическое производство, развивать нормальные, если можно так выразиться, буржуазные отношения, формировать предпосылки для появления буржуазной демократии и, соответственно, пресловутых демократических свобод. Я об этом говорил в других лекциях, но поскольку, значит, не имеет здесь новая аудитория, я немножко повторюсь, это касается непосредственно России тоже, потому что не случайно крепостное право в России начинает в том виде, в каком мы его знаем уже в дальнейшие периоды, развиваться, формироваться именно по мере того, как Россия втягивается в мировую экономику, по мере того, как в ней начинается именно развитие буржуазных отношений. То есть крепостное право, это не пережиток феодализма, это не пережиток средневековья. Мы прекрасно знаем, что Юрий Вдень был отменен именно впервые во время Лимонской войны модернизатором Иваном Грозным, потом окончательно при Борисе Годунове, но менее известно то, что окончательная уже формализация крепостнических отношений произошла в уложении 1649 года, которая была принята под очень сильным давлением именно московской буржуазии, московского купечества. То есть для московского купечества, которое вообще вот московского несчастья и купечества, которые были держащей силой волнения 1648 года, не случайно совпавших с английской революцией по времени, и именно этим, кстати, напугавших двор Алексея Михайловича, о чем есть соответствующие документы. Знаменитая формула Алексея Михайловича, что англичане короля своего Карлуса до смерти убили, а в России такого быть не должно, на Руси такого быть не должно, это вот известная фраза, которая тогда была произнесена. Именно тогда, одновременно, с одной стороны, мы видим очень сильное давление поднимающейся русской Буржазии, московские, конечно, и одновременно закрепление крепостничества. Потом Петр I, опять же, его модернизаторские реформы и опять модернизаторские реформы еще более усугубляют положение крестьян. Следующая волна, опять же, успешной модернизации при Екатерине, и опять же, положение крестьян еще становится хуже, вот при Екатерине уже русский крестьянин крепостной, конечно, я не говорю про казён и крестьян, это отдельная история, но помещичие христианин фактически оказывается в положении уже близкого к положению плантационного раба в Америке. Вот опять же беру исследование Колчина, американского историк, который как раз занимался сравнительным анализом плантации в южных штатах США и русского помещичного хозяйства, показывает, что сближение происходило совершенно очевидно, и это было связано именно с характером экономического отношения, с характером сбыта продукции, в том числе, в том числе, на экспорт. Потому что очень важно именно, что вы дешевую продукцию выдаете на экспорт. Так вот, в этой динамике, еще раз говорю, войны 18 века – это войны за контроль над торговыми путями, за контроль над дешевыми ресурсами для индустриального капиталистического развития. Но Россия, опять же, в этих войнах оказывается в довольно странном положении, потому что, с одной стороны, она выступает как экономическая страна периферии, то есть как раз одна из тех территорий, которые поставляют дешевые ресурсы. А с другой стороны, сама же является мощнейшей, пока еще региональной в 18 веке, пока еще региональной европейской державой, но тем не менее, безусловно, доминирующей в своем регионе, не способной в своем регионе отбить не просто любую агрессию, но и самой выступать в качестве господствующей силы и выступать в качестве, в общем, достаточно мере самостоятельного игрока. Это порождает очень интересный тип развития, тип увлечения в процесс, когда Россия, с одной стороны, экономически развивается примерно в той же логике, в которой развивается внешне по отношению к Западу на тот момент еще колониальный мир, но при этом сама контролирует свое развитие. То есть она не извне контролируется, скажем, как колония, а контролируется изнутри, собственной элитой, собственной правящей класса, собственным государственным аппаратом, собственной властью. Соответственно, поэтому ее позиция является изначально парадоксальной и противоречивой. Тем не менее, в той вот военно-дипломатической игре, которая шла в течение всего XVIII века, Российская империя, в общем-то, не испытывала особого ущерба из-за периферийного характера своей экономики. И в очень большой степени это было связано еще с тем, что у периферийного характера экономики есть и свои плюсы тоже. А в частности, конечно, центр получает максимум выгод, но он тоже зависит от периферии. И вот эти отношения с Российской империей, учитывая специфику Российской империи, как самостоятельные в военном отношении очень сильные державы, очень быстро, опять же, построили вот эту еще вторую ось геополитики XVIII века, это ось Лондон-Петербурга, которая не всегда работала стабильным. В России было, по меньшей мере, два срыва. Один срыв – это Семилетняя война, и второй срыв, который мы очень немножко позже скажем, это правление, по-моему, первого. Но, тем не менее, для господствующих элит в обеих странах это оказалось вполне нормальной положением. Россия является, с одной стороны, поставщиком очень важных товаров на британский рынок. И начинаем с того, что это были сначала не зерновые и продовольствия, как позднее. Это пенька, древесина, в общем, технические культуры, необходимые для британского флота. Это очень важно. Мы это увидим даже по тензинскому миру, где Наполеон наставил на прекращение технических поставок из России в Великобританию, то есть в 18-й век. Постоянные поставки изделий, действительно, лесного и сельского хозяйства России, которые поддерживают британский клод. Буквально, в смысле, на плаву. Соответственно, ну и по мере развития экономики, по мере движения России на юг, уже во второй половине 18-го века, это зерно, это продовольствие. И третье, очень важно, о чем тоже в предыдущей лекции говорили, металл. Металл, уральский металл, который в очень большое количество поступает, прежде всего, конечно, опять же, в Великобританию. То есть, в качестве привилегированного партнера, пусть и поставляя товары, условно говоря, первого передела, то есть, сырьевые товары, полуфабрикаты. Тем не менее, в качестве крупнейшего, постоянного, устойчивого, стабильного поставщика, Петербургская империя, безусловно, имеет очень выигрышные отношения с Британией. И второй момент был еще один ресурс, который Российская империя предоставила европейскому рынку. Это ее военная сила. В общем, если смотреть на войны 18-го века, то, повторяю, в точке зрения русской истории, понятно, зачем, допустим, русская армия двигается на юг. Это совершенно понятно. То есть, русско-турецкие войны имеют очень четкую экономическую потоплевку. Нужно выйти к Крыму, потому что это степная зона и доступ к черноморским торговым путям, то есть экспорт производства и экспорт зерна, того самого, кстати говоря, крепостного хозяйства. А вот, если смотрим на то, что происходит на северо-западном и на западном направлении, то не столь очевидна ситуация, потому что регулярно мы видим раз за разу, война за войной, когда Лондон выплачивает Петербургу систематически крупные субсидии на содержание армии и флота. Почему? Потому что понятно, что эта армия и флот должны будут на вот этом направлении, на нем германском, балтийском направлении, стать противовесом влиянию, соответственно, Франции и Швеции. В Франции и Швеция находятся в стратегическом альянсе, начиная с 30-летней войны. Это устойчивые отношения, которые тоже сохраняются. Строго говоря, Швеция долгое время была нужна Франции, по тем же причинам, по которым нужна была Россия и Англия. Потому что Швеция обладала, во-первых, мощной армией, причем непропорционально размеру страны и численности населения мощной, и обладала тем, что мы бы сейчас назвали военно-правочным комплексом, что очень существенно она не просто сама себя вооружала, она могла вооружать своих союзников. И вот уже в XVIII веке но постоянно есть идея, что нам нужна держав партнер на континенте. То есть мы господствуем на морях, Британская империя правит морями, мы здесь любую враждебную силу одолеем, нам помощь поэтому не нужна, но в крайнем случае можно Голландию подключить, которая превращается в младшим партнером. Здесь все в порядке, и до Франции периодически пытается бросать вызовы, мы в данном случае если сплодить назовем британцев, мы периодически ее бьем. Франция снова строит флот, причем надо, кстати, отмечать, что французский флот по техническим артиллеристикам был лучше британского, но люди, вопрос людей. Проблема, которую подкашивает французский флот, это отсутствие вот той школы морской, которая была у британцев, школы постоянного действующего флота, и кстати, рациональная система подготовки кадров, которая оказывалась менее сильной, чем эмпирическая британская система, то есть английские моряки плавали, 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 учились, 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 французы учили теорию. Выяснялось, что в общем все-таки моряки, которые на море учатся, они лучше воюют, чем те, кто в Великобритании прошли теорию. И вторая коррупция, конечно, жуткая коррупция. Кстати, надо сказать, что Великобритания тоже была несвободна от коррупции, есть масса примеров, особенно в первой половине XII века, жуткого воровства именно военно-морских поставок. Так что, когда нам рассказывают, что это такая российская специфика, что нас все воруют, это не так. Было бы время, я вам много рассказал про коррупционные скандалы в Великобритании в XVIII веке. Где-то только вот к концу XVIII, начале XIX века более-менее удалось с этим нести порядок. Но даже по сравнению с английской коррупцией, французской коррупцией зашкальбов. То есть, вот, единственный период был, когда французам удалось держать более-менее нормальную экономику военно-морского дела, это был Кальбер, то есть самый конец XVII века. Кальбер, который был, по-моему, все прочее, выдающийся экономистом. Тоже очень интересно, что делал Кальбер. Он делал с точки зрения нашего представления все наоборот, все неправильно. Как он боролся с коррупцией? Вот казалось бы, как он боролся с коррупцией? Полностью формализовать все отношения. Что делал Кальбер? Кальбер на все должности назначал своих ближайших друзей и родственников. И, как ни странно, это был способ пополчить коррупцию. Потому что он за ними следил, их вызывал, распекал, объяснял, что вы подводите дядю, папу, кузена. И, в общем, как ни странно, этот непотизм Кальбера давал очень хорошие результаты. То есть, воровства не было. Ну, была такая, честная семья была, приличная семья, которая была себе приличной, соблюдала свою семейную репутацию. После смерти Кальбера этих людей разограли, поставили людей, которые сцеплены были именно коррупционными связями. То есть, все друг к другу давали откаты. И французский флот, в общем, в буквальном смысле начал идти ко дну. Так вот, но, возвращаясь к англо-русским отношениям, принципиальным моментом в этой всей истории было то, что на суше нужна мощная военная держава с мощной армией, с хорошо организованной армией, с, как кажется, на тот момент замечательным, практически неисчерпаемым резервуаром людей. То есть, пехоты будет у русских всегда очень много. У русских могут быть проблемы с кавалерией, но пехоты у них всегда будет достаточно. Причем, даже в английских журналах появляется такое термо, как русские поставщики пехоты «suppliers» в «энфлэн-трейн». То есть, русские крестьяне с ружьем – это неисчерпаемый ресурс, который победит любой другой европейский ресурс. Поэтому, значит, нужно с Россией постоянно поддерживать отношения, и этот ресурс субсидируется. То есть, он вкладывает деньги. Поэтому, на протяжении всего 17 века мы видим, как регулярно идут военные субсидии, которые, собственно говоря, в значительной мере позволяют поддерживать высокий технический уровень российской армии. То есть, людей это действительно хватало. Но нужно было все время вооружать, тренировать, обеспечивать большим количеством провианты во время внешних походов. Это все требовало денег. Сбой системы был во время Семилетней войны, как я уже говорил, в значительной мере в силу ряда грубейших ошибок, которые совершила английская дипломатия, спровоцированная пиратскими разбойничьими действиями молодого тогда еще английского офицера Джорджа Вашингтона, устроившего разбойное нападение на французов на территории компании Огайо, что спровоцировало войну между Англией и Францией. Войну совершенно ожидаемую, но на несколько лет раньше, чем она планировалась в Лондоне, что привело к хаосу в дипломатии и в целом ряда ошибок. Но об этом мы уже говорили, то тем не менее сразу же после 7-летней войны отношения расстановились, все вроде бы опять нормально и, казалось бы, отношения очень стабильны. И вот тут происходят как раз ключевые события рубежа 18-19 века это французская революция, которая вносит совершенно другой мотив во все европейские войны и совершенно меняет характер войны и затем следующее событие, которое происходит практически в это же время, это начало индустриальной революции. Первый этап индустриальной революции именно Великобритания. Что именно происходит с французской революцией? Полятно, что войны становятся идеологически классовными. То есть как же так? французы свергли легитимную монархию, установили республику. И надо сказать, что значительная часть петерпуржской и московской образованной элиты в конце царствования Екатерины, допустим, была настроена очень прогрессивно. То есть не случайно было столько всяких людей с масонами, например, масонство это сейчас какие-то страшные заговорки. Тогда это было достаточно первобезобидное сообщество людей, которые друг к другу должны были помогать в разных благих позитивных начинаниях просвещения и так далее. Вот Петербург по сравнению даже с Парижем выглядел довольно неплохо в плане гражданских свобод для элиты понятное дело. Русские путешественники во Франции постоянно жаловались, что в Париже запрещены книги, которые можно спокойно купить в Москве или Петербурге. Маленькая разница. Простите меня и там, и там, но, во-первых, а кто прочитает на французском языке книги в Петербурге? Понимаете, вот они же сами прочитают. Понимаете, что в Париже это родной язык. Когда в Петербурге продается даже самое, допустим, поступает в Петербург эндиклопедия Дидроида Ламбера на французском, ну вот элита сама же будет это читать. Крестьяне читать не будут или мещане петербургские. Вот. Ну, кстати, кое-что переводилось на русский язык. Цензурный режим, безусловно, был мягче, по крайней мере, при Екатерине Великой, был мягче в России, чем во Франции. По крайней мере, вот так пишут в дневниках, в письмах современники. То есть, поэтому надо предполагать, что вот Екатериниевская или Павловская Россия это такое дремучее место, где вот страшное авторитарное режиме по европейским понятиям может быть даже лучше, чем у многих немецких государств. По чему-то отношения не хуже, чем у Франции и так далее. Но понятно, что когда в Париже рубят голову королю, но это уже так сказать переходят любые границы. Такого уже допустить нельзя. Напомним еще одну важную вещь, что происходит между Семилетней войной и Великой Французской революцией. А именно происходит, да, казалось бы, Американская революция. Тоже, ну, Американская революция всем, в общем, скорее нравилась, потому что она была такая легитимистская. да, споры о налогах, споры о полномочиях парламента, споры о представительстве. Ну, не то, что там толпы народа, толпы плебеев вырывались куда-то, головы рубили, кого-то топили, нет, это все очень прилично было. Но в это же самое время в России случился пугачевский бунт. И это произвело гораздо менее приятное впечатление на правящие круги Петербурга и Москвы. Но, однако, а что делает эти события схожими? То, что и там, и тут, что это происходит на фоне большого экономического кризиса 70-х годов. Почему я сказал про индустриальную революцию? Кризис 70-х годов 18-го века показал исчерпанность той мануфактурной модели капитализма, которая существовала на протяжении всего столетия. 18-й век было время довольно динамичной экономической экспансии, куда все более-менее вписывались. Повторяю, да, она сопровождалась острейшей борьбой за ресурсы, но даже проигравшие в этой борьбе все равно росли. Просто выигравшие росли быстрее, проигравшие медики. А вот где-то к 70-м годам выяснилось, что просто больше нет спроса, больше нет средств, нет динамики никакой. И ну, исчерпала себя модель отработана на все, что можно было. На дешевых ресурсах можно было подняться в какой-то предел. Но потом наступает вот та граница, выше которой прыгнуть уже нельзя. Это проблема любой модели построена на дешевых ресурсах. В какого-то момента вы исчерпываете ее. И проблема. Соответственно, почему в это время обостровываются противоречия, скажем, в колониях между Англией и колонистами? Еще 10 лет до этого они прекрасно уживались. Очень рекомендую, кто не читал, старший пока не читал, я думаю, Фенемора Купера. Последие из Магикан все это о чем? Это романы, да? Это 7-летняя война, это все эти американцы, герои Фенемора Купера, они за что воюют? Они за британскую корону, воюют вообще-то. И кстати, индейцы эти магикане тоже воюют за британскую корону. Так вот, правда, они воюют не столько с фатсуны, сколько с другими индейцами, которые живут на стороне французов. Ну да, были противоречия, противоречия между колонистами и Метрополию были все время, но ничего, жили с этими противоречиями. И тут вдруг вот такой взрыв. Обостряется борьба за на тот момент, когда дешевое присутствие начинает не то, что не хватать, но оказывается недостаточным для поддержания экономической экспансии. И понятное дело, что именно в это время в России что происходит? Происходит, вернее, разворачивается экономический кризис, в ходе которого помещики пытаются ужесточить эксплуататорскую крестьян, выжить больше. И возникает, опять же, борьба за свободную пахотную, пригодную для использования земли то, что происходит на юге. Почему и на казаки? Потому что центр, Петербург, начинает давить на казаков, на башкир, кто находится как бы вне системы до звездной степени, их не трогает. Ну, живите, вы вроде бы лояльны, живите, как живете. А примерно в это время начинается усиливающееся давление, оно принимает административные формы, но суть его была в том, чтобы экономически поставить под контроль эти территории, создать более жесткий правовой и, соответственно, экономический режим. Поэтому, соответственно, опять же, вы получаете и последнее башкирское восстание в Глайсалавате Юлаве, которое совпадает с Пугачевщиной. То есть, понятно, что на таком фоне для русского правящего класса французская революция оказывается абсолютно страшным вызовом, потому что, с одной стороны, вроде бы европейские идеи, легитимность, просвещение, все прекрасно, а в практике, в общем, не сильно отличаются от Пугачевских. Ну, и известные слова приписываемые Екатерине о том, что вот если эти просветители да еще с нашими Пугачевствами объединятся, вот уже тогда настоящее случится. Поэтому понятно, что формируется сразу же альянс всех европейских монархий против Французской республики, но он, этот альянс, накладывается на старые противоречия между Англией и Францией. То есть, если раньше на этой оси англо-французские конфликты выстраивались по две стороны, то есть, одни за Францию, другие за Англию, выстраивались конфигурацией альянсов, то сейчас все дружно объединяются против Франции. И, соответственно, Англия оказывается в авангарде абсолютистской реакции, при том, что Англия является как раз конституционной державой, просвещенной, ну, по понятиям того времени, и, в любом случае, парламентской. Дальше происходит чудо. Франция начинает бить всех. И, соответственно, как раз последним ресурсом становится русская пехота. И, кстати, что любопытный, русский флот тоже. Причем вот тут это уже времена Павла I, когда ведь вопрос, что же делал Суворов в Италии и потом в Швейцарии? То есть, понимаете, он воевался в Ансуфе. Но что загнало русскую армию сначала в Италию, а потом в Швейцарию? Что загнало замечательного флотовод Сушакова сначала на Корфу, а потом в Неаполь? На самом деле история совершенно конкретна. То есть британская дипломатия и британские деньги здесь работали с очень четкой задачей. Нужно использовать последний ресурс для того, чтобы установить Францию. Этим ресурсом является русская военная сила. Поэтому, что называется, не жалей никаких денег, походы Суворова и морские походы Ушакова были конкретно очень субсидированы и обеспечены именно британскими финансовыми потоками. Причем это не какие-то госпитологические вещи, это, соответственно, все достаточно официально. То есть это делалось не тайком, это официально. Были переговоры по суммам, сколько нужно, и там было два комических достаточно эпизода. Один эпизод состоял в том, что, как известно, вот эти переговоры совпали с моментом острого конфликта между Павлом и Суворовым. Суворовым был отправлен как известный опал. И русская страна предлагала британцам разных полководцев на выбор, так сказать, кто может возглавить поход в Европу. Британцы сказали, только Суворов. Суворов или никто. И вот это внезапное возвращение Суворова из опала связано с очень четко, это прописано есть британский документ очень характерный, и вам показывают, что нет, вот жестко задавили, нет, только Суворов, только Суворов, никаких разговоров ни о ком другом мы разговорили, если вы договорились по деньгам, но эти деньги, ни один ваш генерал не стоит столько, сколько Суворов. Но Суворову мы хотим потратить любые деньги не жалко. Но вот не пытайтесь нам что-то другое на замену предложить, это не пойдет. То есть шум коммерческий разговор. А параллельно с Ушаковым аналогичная история, но там другое. Они говорят, а еще будете отправитесь в поход вместе с турками. Ну как же так, мы с турками только что воевали, у нас же с ними постоянная война на море происходит. Ушаков среди турок бил то есть. Нет, Ушаков будет теперь командовать туркой. Вот турецкий флот, и вот адмирал Ушаков, пожалуйста, вот там турецкие корабли, вот там турецкая морская пехота, и он идет, ну, морской пехоты это можно условно называть очень, так сказать, ну, головорезы на самом деле, но вот они у вас, так сказать, теперь будут под командой. Вот. Ушаков, кстати, был первоначально очень шокирован в этой ситуации, что должен будет командовать турками. Но ничего, командовал. И, кстати, как странно, командовал очень успешно, потому что взятие Корфу показало, насколько блестяще Ушаков командовал именно турками. Почему? История с Корфу, она, ну, вы, конечно, может быть, знаете фильм «Корабли штурмуют бастион», и там все неправда. Совершенно по-другому было. Кстати, специально на место выехал, там смотрел, как все происходило. Опять же, в данном случае как-то не военная история, к детали даваться не буду, но суть стояла в том, что у Ушакова основная как раз десантная сила это были турки. И почему считался неприступным Форд Корфу Киринариком? Он Киркар, извините, я говорился, Киркар. Вот, Корфу Киркар. Форд считался неприступным. Он действительно, кстати, производит до сих пор мощнейшее впечатление. Но он был неприступным, потому что подход к Форту прикрыт был еще одним островом, ну, в небольшом расстоянии он виден. И корабли не могли подойти к Форту, иначе как пройдя в узкий пролив между двумя островами, между, собственно, Корфу и маленьким вот этим внешним островом, где французы поставили батарею и, собственно, кораблю подали в два огня и вести дуэль артиллерийскую с Фортом было невозможно. Но Ушаков вместо того, чтобы пытаться как-то штурмовать Форд рискуя своими кораблями, просто высадил турецкий десант на Ближнем острове и турки просто жесточайшим образом вырезали гарнизон остров. Он был маленький остров, плоский, совершенно так, что происходит, видно, с бастионов. Они просто всех защитников этой батареи вырезали. И зрелище было жуткое и буквально через день французы вступили в переговоры с русскими, они сказали, только, пожалуйста, не высаживали турок на Корфу. Если вы обещаете, что турок на Корфу не будет, то мы сдаем остров. То есть, собственно говоря, штурма не было. Французы сдались просто от психологического шока. Потом, как мы знаем, Ушаков вместе с Нельсоном прибыли в Неаполе, где Ушаков проявился прямо противоположным образом. Потому что в Неаполе приход русско-британских сил сопровождался свержением местной профранцузской республиканской власти. И британцы привезли на своих кораблях назад изгнанного короля Фердинанда и его жену Нелизабелла, которая была не больше не меньше, как родной сестрой Марии Терезии. Марии Антуанетте, простите. Дочке Марии Терезии и сестрой Марии Антуанетте. То есть уже обезглавленной французской королевы. И вернувшись на место, в данном случае неаполитанские бургоны устроили кровавую баню для своих собственных граждан, своих собственных подлых в Неаполе. То есть вообще слава Богу, итальянская история, она не полна. А слава Богу, там не было таких вот кровавых особенных персонажей, вплоть до Муссолини, которые даже все равно, хоть и фашистский режим, но в связи с Гитлером это мягкий вариант. То есть итальянская история, она такая довольно мягкая в плане каких-то репрессий, гонений, расправ, так далее. Вот Фердинанда и Изабелла итальянцы запомнили. То есть резню, которую они устроили в Неаполе, итальянцы помнят до сих пор. Уже неаполитанцы точно. И в этот момент местные республиканцы, просто вообще люди, попадавшие под репрессии, бросились к англичанам с просьбой как-то это пресечь, на что Нельсон сказал, что мы вообще ни при чем, мы никакого отношения к этому не имеем, вы там разбираетесь между собой, это суверенное у вас государство, хотя бы правда его оккупировали уже, но у вас суверенное государство, британский флот никакого участия в этих всех делах не будет иметь, разбирайтесь. А вот русские офицеры прятали, прятали, скрывали людей и как-то пытались давить на Бурбона, чтобы они прекратили этого безобразия. Так что в данном случае можно сказать, что Ушаков тактически мог быть достаточно жесток, но при этом по отношению к гражданскому усилению политически оппонента в Неаполь он и его команда вели себя очень хорошо. Но так или иначе вот в этой ситуации англо-русско-французского треугольника все-таки Великобритания казалось бы очень успешно использовала Россию и ничего кроме военных субсидий за все эти победы Россия не получила. В случае сделка была выполнена ну как мы заплатили столько сколько обязаны были вы воевали там где Россия воевали хорошо спасибо все оплачено по счету в Петербурге все-таки это принимает не так потому что все-таки в Петербурге прекрасно понимали что русская армия и русский флот это не наемники которые просто воют за деньги все-таки я еще говорю это же не просто какое-то немецкое государство типа Гестена которое продавало свои войска это великая европейская держава об этом Петербурге итогами вот этих компаний были крайне разочарованы отношениями с союзниками кстати еще и с австрийцами тоже были крайне разочарованы и в результате тупило охлаждение пиком которого стал уже резкий разворот первый резкий разворот России от про британского ориентации на про французскую то есть вот так он первый на пике знаменитый опять же анекнатический эпизод когда Павел вызвал себя Платова казачьего атамана и сказал что тот должен собрать войска и идти завоевывать Индию эпизод реальный хотя вот насколько далеко все зашло это большой вопрос но подразделение Платы действительно реально двинулись на юг было несколько небольших морских конфронтаций но вопрос был на тот момент решен достаточно радикальным способом а именно заговором петербургской элиты которая была опять же заинтересована в британской ориентации по причине экономических связей и вот тут интересно что такие вот государственные интересы логика государственного интереса оказалась в конфликте с логикой конкретно специфических экономических интересов просто землевладельцев экспортеров работающих с британским рынком ну и плюс конечно вполне конкретно работала британская разведка она вот так даже показалась в Петербурге вполне дееспособной результат Павла Первого ударили табакеткой по голове и император скончался после чего к власти приходит Александр знаменитая фраза премьер все будет как при бабушке но интересно что ведь Александр тоже приходит с прогрессивными начинаниями дней Александровых прекрасное начало мы помним и вот с одной стороны будет идея что мы попытаемся провести реформу там спиранский какие-то еще начинания да мы будем как-то гуманизировать демократизировать хотя бы либерализировать российскую монархию но об освобождении крестьян конечно речь не идет но хоть что-то сделаем в общем такое в плане гражданских институтов а с другой стороны геополитически понятно разворот обратно на Великобританию вместе с Британской империей будем продолжать воевать против революционной Франции тут возникает противоречие как же так мы хотим проводить прогрессивные реформы и мы являемся частью жесткой анти прогрессивской коалиции в масштабах Европы самое интересное что команда Александра пыталась это противоречие решить и в Лондон направляется посольство которое должно оговорить вопрос о том как будет выстроена новая коалиция против уже теперь против Наполеона и в этот кстати там был еще момент который мне в прошлый раз уже я вас рассказывал но повторю для тех кто не слышал что флот как раз Нельсона находившийся в Балтийском море ну в основном для военной демонстрации просто чтобы оказать давление на Петербург что вот стоит британская эскадра то есть воевать не собирались но тут плавали реально чтобы просто показать флаг он получает сообщение о том что все мы теперь с русскими опять друзья все отлично царя убили новый царь наш вот значит и естественно что он делает он заходит за водой пополнить запасы воды и провизии в Ревель ближайший русский порт но губернатор еще не получил сообщения о смене власти в Петербурге и он не знает что теперь у нас вместо конфликта с Великобританией дружба опять и когда Нельсон показывает свой фэмпел на Ревельском рейде то губернатор и целый ряд других чиновников просто бегут из города и когда Нельсон прибывает в Ревель надеясь встретиться к губернатору обсудить какие-то технические вопросы по оплате продовольствия и так далее вы видите что у нас говорят несколько в душе разбежались но потом естественно начинается разборка губернатора сняли и так далее но просто показательная история так вот возвращаясь к этому сюжету Александр доправляет посольство в Лондон с тем чтобы определить формулу формулу дальнейшего союза и формула очень интересная была предложена Петербургом формула вот такая мы должны не отставить старые режимы какие были до французской революции а предложить нереволюционную альтернативу французской революции вот Бонапарт как наследник революции он нелегитимен а мы должны сказать что мы дадим закон порядок уважения права человека и так далее но легитимным путем без резни насилия и так далее то есть мы должны показать что мы тоже за свободу за права человека за гражданские институты и так далее вот показать именно русский представитель с этими идеями приезжают в Лондон альбом это реакция форен офиса это описано в нескольких источниках очень хорошо кстати у Покровского эта сцена описана что когда русский представитель заканчивает свою речь то я не помню кто был тогда министр автономных дел в Великобритании но в общем короче британский министр просто молча с каменным лицом услышивает всю эту замечательную речь и говорит так ну ладно это все мило в общем давайте говорить о деле сколько нужно денег сколько вы можете поставить людей на каких направлениях будете действовать давайте говорить ну как серьезные люди то есть вообще никакой реакции британцам это было абсолютно безразлично вот и ну дальнейшая история нам известна то есть вплоть до телевизитского мира то есть идут военные действия на этот раз крайне неудачной для русской армии то есть кстати говоря опять таки русская армия показала себя как одна из наиболее беспособных армии Европы но тем не менее на тот момент французская армия является нечто но боя на поле боя в Европе то есть это армия граждан народная армия с поразительной эффективностью объединяющая солдат младших офицеров генералов и маршалов то есть вся вертикаль социально более-менее отнародная то есть тот самый солдат держит в ранце маршаловский жертв это значит что действительно идет продвижение культурно строит единое целое то есть солдат станет официальным маршалов грядок еще станет но эта армия крайне однородная не разбита по социальным по сословным признакам это обеспечит крайне эффективность действия этой армии соответственно те возможности маневра которые для прежде европейской армии были трудные очень поэтому мы видим австерлиц мы видим поражение которые заканчиваются для России неудачно мы видим тюльзитский мир и вот подходя к самой интересной части уже тюльзитский мир о чем он тюльзитский мир тюльзитский мир о том что на самом деле не только что границы будут проведены такие которые хочет Франция Россия ничего не теряет по тюльзитскому меру она не теряет территорию ну выводит войска из там скажем Волдавии и Валахии ну кстати а потом вводит их обратно очень скоро вот Россия ничего не теряет территории более того она очень скоро приобретает Финляндию в свою францию то есть с точки верения геополитики мир очень выгоден вы перестаете воевать и остаетесь при своем и все будет прекрасно но были еще секретные статьи в чем суть ну во-первых прекращение поставок сырья для британского флота кстати говоря болезненная штука была бы но слишком поздно для Франции потому что уже случился фрагар то есть французский флот уже выведен из игры то есть даже если англичан возникают проблемы с техническим обеспечением флота ну что это значит во-первых все будет дороже и сложнее для тех же не будут разрешены но если бы это случилось 3-4-5 лет раньше то проблемы были более серьезные сейчас уже основная морская война закончится то есть Наполеон опоздал но более важно Россия присоединяется к континентальной блокаде и вот здесь самое интересное начинается потому что Тильзитский мир в этом аспекте для России очень выгоден потому что значит присоединяйтесь к континентальной блокаде значит вы сокращаете импорт промышленных изделий из Великобритании но Франция не может заместить британские товары поэтому практически начинается импортозамещение то есть Тильзитский мир в экономическом плане это договор об импортозамещении для России и вот тут возникает противоречие потому что купечество владельцы мануфактур все те кто заинтересован в производстве или во внутреннем рынке они что называются двумя руками за Тильзитский мир представляет то что это было крайне непопулярно это неправда вполне нормально деловые люди в Москве и Петербурге отнеслись к этому миру что это хороший мир он дает нам новые возможности мы удаляем амбитских конкурентов с нашего рынка а вот для помещиков которые продавали сырье и сырье полуфабрикаты и зерно в Великобритании для них это мир плохой соответственно конечно есть еще проблема что Франция неформально но обещает замещать необходимые технологии необходимые товары на практике кажется не в состоянии это сделать но тем не менее Тильзитский мир нормально держится до 11-го года что происходит в 11-м году в 11-м году начинается новый всплеск мирового экономического кризиса причем Наполеону кажется что это замечательно потому что Англия более развитая страна и по британской промышленности кризис ударит гораздо больнее чем по-французски вот теперь Англии конец происходит на самом деле прямо противоположное а именно в этот самый момент британская промышленность уже накопившая технологический потенциал начинает стремительно перевооружаться на те технологии которые мы сейчас уже называем индустриальные то есть паровые машины соответственно вся технология привязана к пару механизация кстати именно тогда лутицкое движение впервые возникает то есть увольняемые рабочие начинают ломать оборудование и они это делают не потому что они считают что машины их уничтожают это они встят капиталистов которые их уволили машина стоит очень дорого если вы увольняете человека он уходя ломает машину вы думаете господи черт возьми ведь на самом деле лучше было его оставить по этим зарплате потому что ущерб который понесло от того что они сломали машину он будет больше причем машину ломали не какие-то мужики с кувалдами а ломали хорошие грамотные механики что механику не нужно бить по машине кувалду он там несколько винтиков не туда повернется и все пошло к черту машина взрывается вот поэтому резко меняющаяся в течение 11-го года экономическая конъюнктура создает новую ситуацию во-первых в этот момент Англия готова ввозить огромное количество русского металла во-вторых наоборот меняется вся структура рынков и появляется потребность ввозить нового оборудования но правда надо помнить еще важную вещь на первый раз оборудование за Глину официально возить нельзя паровые машины не вывозятся они под запретом их вывозит за Глину контрабанды но изделий промышленного производства нового промышленного производства дешевых хороших удобных нужных России и возможно все-таки через контрабанду технологий опять же спрос на русское сырье в Лондоне очень велик внутренний рынок России тоже пострадал от того же самого экономического кризиса 2011 года то есть кризис мировой нас тоже касается и кстати очень сильное ослабление рубля в этот момент наблюдается и тогда фактически правительство Петербурга решает по сути выйти из континентальной блокады то есть мы французам пишем что у нас все в порядке мы не будем ничего менять у нас все соблюдается на практике полное игнорирование Россия из режима континентальной блокады в 19-м году выходит по факту а Петербург еще пытается вести какую-то переписку с Парижем о том что нет вы ошибаетесь ничего не произошло у нас как прежде но французы верят что идет поток товаров совершенно свободно и собственно говоря тут самое последнее очень важная вещь чтобы завершить эту тему потом подойдем к политическим итогам самое главное в том что без России вся система континентальной блокады Наполеона была бесполезна потому что до тех пор пока нет полного контроля над европейским рынком он невозможен без того чтобы контролировать так иначе русский рынок чтобы его включить в эту континентальную систему огромный рынок очень большой по масштабу и по территории и по значимости без этого континентальная система не получив завершенности оказывалась уязвима континентальная система получается огромная дыра и вот эти товары естественно проходят уже дальше на континент через вот эти огромные русские ворота поэтому у Наполеона просто не было другого выхода как в 12-м году начать выступать на войну для того чтобы принудить Петербург вернуться в тильзийский режим плюс к этому по всей видимости назревающего наполеона ощущение что в Германии тоже все очень плохо и что есть кстати в Испании в это же самое время Великтон начинает бить французов то есть нужно нанести упреждающий удар и все дисциплинировать всех построить до тех пор пока ситуация не изменится уже необратимо поэтому случается в 12-м году знаменитый наполеонский поход на Москву который как часто бывает привел именно к тому что Наполеон хотел предотвратить это очень типичная ситуация хотя что-то предотвратить совершать некие действия чтобы это предотвратить по итогу получать именно то от чего пытались убежать начав вот эту упреждающую войну против России Наполеон терпит как известно сокрушительное поражение причем поражение он терпит все-таки даже даже учитывая все события там родина березина не столько на поле боя сколько потому что французская армия оказывается просто не способна выдержать войну такого масштаба и дальше знаменитый европейский поход русской армии 13-14 к чему все это приводит с одной стороны Российская империя вышла из этих войн не просто победителем она вышла державой уже совершенно другого масштаба кстати говоря все эти истории вроде того что я рассказал про 18 век уже в 19 веке невозможно то есть это уже не региональная держава это европейская держава что значит европейская держава 19 века значит мировая то есть на выходе из этой череды войн мы получаем Российскую империю как уже глобального или европейского игрока то есть в этом смысле дело не только в том что была одержана военная победа но статус державы изменился и вся конфигурация европейской политики изменилась на Венском Конгрессе уже разговоры совершенно другие более того Александр придя в Париж фактически диктует условия что интересно Александр проявил себя какой-то с одной стороны реставратором монархии во Франции конечно но с другой стороны спасителем Франции французы потому что и заметим в том числе усилиями русской дипломатии прежде всего Александра и его ближайших подвижников Франция в 14-м году и в 15-м году не потерпела такой катастрофы как Германия потерпела после Версали это любопытно что французы из своей собственной истории не извлекли урок то есть когда после Первой мировой войны Франция навязывала условия Германии то Германии были навязаны условия унизительные разрушительные которые в итоге привели к нацизму а вот наоборот после 14-го года вот эти самые знаменитые русские казаки в Париже это все такое казалось бы да можно совсем удушить унизить побежденных но нет ничего подобного а наоборот именно силами русской дипломатии Франция довольно быстро восстанавливает свой европейский статус правда надо учитывать что на это тоже смотрят очень спокойно англичане потому что опять же в Лондоне считают что нужно поддерживать равновесие зачем нам уничтожать Францию если в итоге это приведет к тому что другие державы поднимутся может быть даже та же самая Россия девушка не говорит о Макске и Пруссии и так далее пускай будет равновесие все со всеми договорятся и Медский конгресс это результат всеобщей доброй договоренности все монархи сговорились но вот есть два но первое но состоит в том что ценой вот этого геополитического триумфа становится возвращение в тот экономический режим который который был как можно говорить не самым благоприятным для развития русской промышленности то есть вы возвращаете режим открытой торговли открытых рынков и как раз тот момент когда в Англии происходит промышленная революция русские рынки завалены британской продукцией и рост русской промышленности притормаживается в общем-то есть знаменитая история что якобы после соответствующего соглашения между Великобританией и Петербургом в Лондоне и в Манчестере открывали шампанское а значит русские купцы наоборот ругались и тоже пили но пили с горем пили там и тут но леча не пили от радости а русские купцы пили с горем но так или иначе первая цена цена вот этой или оборотной стороны геополитического торжества это удар по промышленности ну и пока не тоже удар но так сказать торможение развития промышленности то что впоследствии очень скажется и второй элемент в конечном итоге победа оборачивается как известно не просто Венским конгрессом но и Священным Союзом когда Россия оказывается фундаментальным центральным элементом не просто опять же поддержание равновесия в Европе но и поддержание консервативно-реакционного равновесия в Европе то есть в рамках вот этого соглашения между Лондоном Берлином Веной и Петербургом Россия оказывается центральным элементом поддерживающим именно консервативно-абсолютистскую реакцию в Европе и собственно говоря это та роль которую вполне Запад за Россией признает и так сказать welcome мы очень рады вам здесь да мы рады присутствию русских войск мы рады вашему влиянию но в этой роли в этой роли которая потом и репутационно и идеологически и так далее скажется вплоть до Крымской войны когда вдруг те же самые державы которые приглашали Россию поддерживать консервативный статус кво начинают Россию обвинять в том что вот вообще-то это реакционная держава которая поддерживает все плохое все отстало в Европе ну и я думаю что вот в рамках этого противоречия можно лучше понять историю декабристов потому что в долгосрочной перспективе вот слом да вот поразительная ситуация когда освободительный поход завершается торжеством реакции когда геополитический триумф оборачивается торможением развития это создает определенное психологическое культурное напряжение среди лучших умов и лучших представителей тогдашней российской элиты поэтому вот этот слом 15-го года он предопределяет уже неизбежность мне кажется восстания 1925-го года именно вот в этом вот контексте то есть победители должны были как-то разобраться с ценой победы или с оборотной стороной победы и к сожалению в конечном счете мы знаем что итог оказался не в пользу прогрессивных тенденций русской истории на тот момент вот спасибо большое я жду вопросов если есть вопросы была ли у россии шансов после окончания войны в 15-м году действительно перетес крепостничества почему не было отменено крепостное право хотя это напрашивал само собой благодарность народу за поддержку такой экономической причиной ну понимаете вы тут же опять же обращаю внимание на работу Михаила Покровского там очень хорошо показано вот это помните у Пушкина зато читал Адама Смита не случайно Маркс это цитировал Пушкин но Покровский очень хорошо показал что российские помещики особенно те которые сидели на юге на зерне они были страшно поклонниками свободного рынка и при этом для них было совершенно естественно что людьми тоже надо торговать в рамках этого свободного рынка это часть свободы экономической для них для них понятно что у крестьян или там допустим у более посвященной части петербургской московской интеллигенции мнение было что-то другое но просто надо понимать что мы видим каких людей мы видим декабристов видим прекрасных образованных интеллигентных людей героев войны 19-го года и так далее а реальный помещик это вот Собакевич это персонажи Гоголя это персонажи мертвых душ понимаете и этих ребят было значительно больше и кроме того надо еще учитывать то о чем Покровский писал тоже неоднократно что торговый капитал был как раз заинтересован в сохранении крепостничества то есть если мы в Европе видим ситуацию когда буржуазия требует каких-то прогрессивных реформ по крайней мере у себя дома у себя дома а не в колониях в колониях пускай будут рабы пусть будет а вот у себя дома да свобода то в России возникает другая ситуация когда мы мы сами себя колония по большому счету и вот тут я кстати в связи с крымской войной не привел в прошлый раз цитату а очень интересная цитата из одного из английских журналов когда нужно было с русскими договариваться уже после окончания крымской войны я говорю тут был интересный перелом когда вот вся публицистика с ярко русофобских позиций вдруг буквально защитные месяцы переходят на русофильские вдруг так начинают говорить что все вообще русские звучат и ребят вот ну и там а как-то надо справиться с предыдущими собственными публикациями где мы же говорили там рабы сплошные угнетение в общем ну как самодуры самодержцы так сказать ужасная страна где все кругом под пятой ходит а тут другом говорят замечательная страна все там очень хорошо а как свести один тот журнал пишет и тут один публицист пишет замечательную фразу подкровенность меня просто поразило он пишет ну да конечно русский народ в массе своей находится в крепостном состоянии угнетен но что в этом плохого если им управляет просвещенная мудрая европейская элита вспомним Пушкина правительство у нас единственный европейец в России но дальше это еще пол дела и дальше он пишет мы-то разве иначе поступаем в Индии ведь мы же в Индии делаем то же самое и это как раз правильно так и нужно с ними обращаться что с индусами что с русским крестьянином надо так обращаться а вот элита это такие же как мы просвещенные люди с ними тоже нужно обращаться так же как с другими просвещенные уважаемыми людьми уважительно на равных отдавая им должное вот к какой логике все приходит по большому счету производительность крепостных крестьян и вольных крестьян все-таки это равные а вот вы знаете тут большая проблема нет 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 это к сожалению это советский миф который не подтверждается статистикой зависит вернее как скажем тут есть еще один показатель очень важный так называемый товарность продукции то есть тут два момента первое при производстве определенного типа культур и в том числе технических культур кстати говоря и зерновых тоже имеет большее значение масштаб хозяйства чем качество работы крестьянина то есть большие помещище хозяйства да они людей гоняли работать с подпалки вроде производительность была меньше но зато они выигрывали на масштабе то есть большие поля большое количество вал давали значит это первый момент а второй был эффект Чиянова известный русского экономиста ну это парадокс Чиянова вернее он очень хорошо отписан русский крестьянин уже по реформе на эпоху фирмы русский крестьянин действует ровно обратно потому что делать фермер американский скажем британский что делать фермер когда цена поднялась из зерна он идет и старается продать побольше не цивилизировать прибыль а когда цена упала он наоборот старается с рынка уйти потому что не будет нарушить производство что русские крестьяне ровно наоборот когда цена поднялась у нас рынка уходит продает меньше а когда цена опускается он вдруг начинает резко выбрасывать продукцию на рынок почему потому что крестьяне исходят из противоположной логики у нас происходит из логики трудозатрат не из логики паксимизации прибыли как фермер а из логики трудозатрат а по логике трудозатрат получается если я те же деньги получу в качестве труда зерно запасает про черные деньги еще как-то или сам съем в конце концов то зачем мне продавать и продать больше зачем надрываться я сделаю столько сколько могу а вот когда год с высокими ценами с низкими ценами я знаю что мне нужно купить сапоги оглобли весь список есть он всегда один и тот же примерно поэтому чтобы это купить мне нужно будет больше продать мне нужно постараться поработать больше и продать больше что это значит для интеграции России в мировую экономику это значит что если бы крестьянам дали волю и дали бы им еще и поделить нормальную помещичную землю второй вопрос как да то крестьяне просто ушли из рынка то есть они бы уменьшили выброс зерна на рынок до того уровня который отправил их на тот момент существующие потребности то есть может быть в перспективе через 5-10 лет это привело бы к тому что если бы поднялось бы на более высокий уровень и производительность труда и все выросло бы еще больше но в краткосрочной перспективе это означало наоборот уход с рынка и потерю в том числе зерного дохода для Российской империи собственно говоря эта проблема возникла и в 1661 году и это объясняет почему такая ублюдочная была крестьянская реформа еще у большевиков такая же проблема была у большевиков та же проблема возникла в 1828 году то есть вернее уже в 1927 крестьян хлеба заготовок и поток коллективизации та же самая проблема возникла ну и как стальные решуды очень просто колхозно но крестьяне не хотели но не хотите значит пулемет то есть понятно что в той экономике это очень хорошо показано кстати в работах нефедова есть такой уральский историк он еще покажет неомальтузианскую кривую в той экономике возникала еще проблема что вы должны высвобождать определенное количество рабочих рук для не сельскохозяйственного производства но и для других задач так вот механизм правильного эффективного высвобождения рабочих рук в общем-то российская империя более или менее наладила только 1990-е годы потому что до этого все время были здесь пропорции и то значит у вас слишком много людей в деревне то наоборот не хватает потому что как крестьянское хозяйство которое жило не по той логике по которой развивался город в это время то есть городу могло не хватать рабочих рук или он мог получать избыток это нехватка или избыток регулировались не потребностью города а внутренние динамики крестьянского хозяйства которое не совпадало и говорю эта проблема ну в общем в целом она насколько я понимаю по экономической статистике видно она примерно снимается к 1890-м годам вот экономический бум 90-х годов который кстати оставил нам вот эти замечательные краснокирпичные здания в том числе в Москве там Бадаевский например первоваренный завод там и так далее вот он уже происходил на фоне того что более или менее было достигнут баланса то есть сколько рабочих рук нужно было городу столько предварительно в деревне отдавало ну еще одно замечание начало декабристов они не были грубо говоря так сказать уж больно их идеализировали если бы они пришли к власти они просто залили бы кровью всю Россию но понимаете историю историю как известно это слагается но не лучшие представители этих офицеров были среди ну тут я готов мать все свои что-то я готов поспорить но проблема не в этом что было бы если бы они победили что-то другой вопрос потому что во-первых я совершенно не уверен что они скранили бы единство потому что внутри тайных обществ были огромные противоречия огромные противоречия с одной стороны Песта с другой стороны Трубецкой ну посмотрите ну совершенно цены разные вот да южно-северное общество совершенно разные вот поэтому в принципе но Песта конечно он таким вот русским Робеспером хотел бы стать наверное не просто мог бы но хотел бы сознательно Трубецкой но никаким образом Трубецкой был очень умеренный человек институционалист причем такого британского Толкен то есть понятно что не очевидно что они бы удержались вместе вообще это очень большой вопрос потому что понимаете можно по-разному интерпретировать всю историю декабристов тут честно скажу я все-таки не специалистами по этому историческому явлению тут есть спецы очень серьезно кто этим занимается но в общем видно что можно поставить одно и то же явление в несколько разных контекстов то есть есть контекст например традиции гвардейских военных переворотов в Петербурге с этой точки зрения последний когда был переворот но последний был переворот когда Павла свергали то есть ребята еще все помнили это же это не то что впервые пришло в голову что-то такое да нет вот вам дворцовый переворот гвардейских гвардейских да все все помнят все знают известная формула как известно как все помним русское самодержавие ограничено ударом табакерки по голове кстати в этой традиции они еще очень действовали осторожно между прочим по крайней мере Трубецкой и команда почему-то собственно Трубецкой в какой-то момент испугался почему нашел стороны я подозреваю что он не хотел чтобы все дошло до такого вот варианта как при Павле да или как при Петре III потому что ну вариант а чем мы сейчас а что мы будем делать дальше убьем царя ну даже он еще не царь да Николая наследник а что с ним ну а Константин что он приедет на убийство брата уже с Александром как-то ну сошло более-менее ну потому что там был конфликт и то известная формула да что его величество окружен убить имя отца и возможно своими собственными да как написал Бим Марк но они не хотели этого с одной стороны вот Пестель бы оказался на этом месте там бы разговор был что-то другой вот но вот одна линия которая уходит к Трубецкому это конечно линия гвардейских переворотов другая линия которая может быть здесь это линия именно такой вот несостоявшейся буржуазной революции безусловно можно так трактовать а третья линия это уже привет из 20 века модернистские военные перевороты которые потом наблюдали в разных странах третьего мира или в арабских странах и так далее какая-нибудь там Сирия там Малажир Ливия и так далее и так далее вот эта вот линейка то есть вот одно и то же событие оно может быть поставлено в разной смысловой контекст и по-разному будет смотреться просто мы не знаем чем бы кончилось что оно не состоялось событие срывалось поэтому мы не можем до конца его выстрелить в этих приватных системах коммунистов идеализировали после напоследствия ну понятно что дальше уже русская традиция идеализирует но нет это идеализация декабрица начинается до Ленина Ленин наоборот подхватывает традицию всему 19-й веку Ленин подхватывает традицию всего 19-й века здесь но в общем было что идеализировать все-таки тем не менее как не парадоксально говорить они могли залить кровью страну но они же этого не сделают а в этом смысле героическое поражение героическое поражение может быть более красиво чем чем некоторые победы когда вы победили вы начинаете расправляться с побежденными вы начинаете свалить счеты вы начинаете драться меру с собой делить плоды победы а если вы проиграли вы поиграли гораздо более красиво в этот смысле к вам претензий нет вопросов нет никаких вы не успели ничего творить такого на что вас можно обвинить поэтому понятно что мы получаем вот этот культ декабристов как один из таких вот, безусловно, неминуемых культурных культов, политических культов русской истории. Поэтому, понимаешь, любое демократическое движение в России будет эпеллировать именно к этому, потому что предъявить, по большому счету, не хочу. Но кроме того, что люди довольно бестолково потеряли свой шанс, что, кстати, как раз большевики поймали очень хорошо, и народовольцы. Вот, о чем Покровский, который был, с одной стороны, блестящим историком, с другой стороны, все-таки действующим большевистским политиком, разобрал прекрасно в своем анализе декабрьского движения, да, что эти люди, о чем пишет Покровский? Он пишет о них о отвращении Покровской, они пишут, ну что ж такое, у людей были такие возможности, и они все. Такие люди были. Да, да. Вот, то есть, ну типа мы-то, мы-то на них, на их месте. Мы-то землетворец-то не сдадим, если что. Вот, да, да. Ну там, он просто, просто пафос возмущает, как они нас могли с такими шансами писать. Вот, но если не брать вот эту линию, которая уже ближе к большевизме будет, то, в общем-то, определить нечего. Ну политическая неэффективность там, ну это все-таки не преступление. понимаете? Ну эти, они не совершили ничего, ну как это самое, а наши ГКЧП, они тоже вроде бы ничего не совершили. И тоже так же дурным образом все провоцировали, что хотели. И эти-то такие же люди оказались. Ну это вы сейчас про ГКЧП не говорите? Да, действительно. Ну, похоже. Ну, есть разница. ГКЧП аналоги возможны, но ГКЧП переворот все-таки был попыткой такого консервативного переворота, да, он немножко другой имел. Был, кстати, переворот, там очень хорошие вопросы. Переворот? Да, да, да. Это, наоборот. Кто-то тогда очень хорошо сказал, недоворот. Недоворот, да, очень хороший термин, недоворот. Вот, но я, ну, в общем, кто просто же помнит все события хорошо, там все это было несколько комично. Да, ну, я не помню. Вот, но комично было, безусловно. Так вот, просто к тому, что большевики, конечно, опирались на культ декабрицы, но культ не они создали. Ну, интеллигенция. Ну, да, интеллигенция. Еще вопросы? А континентальная блокада, действительно, что, Россия только там, как говорится, ее разоривает? Она сама действительно все побережье, контролирует, но невозможно все. Ну, я поэтому говорю, конечно, что именно вот, именно потому что все и так сыпалось, про обрыв континентальной блокады в такой страну, как Россия, превращался в катастрофу. Понимаете, потому что уж больно, и так, и так решетово, да? А тут еще огромная дыра появляется. Но, кстати, нельзя считать, что континентальная блокада так уж провалилась. Повторя, до 10-го года, ну, не до начала 11-го, она более или менее работала. То есть Англия почувствовала на себе ее те же, вот реально ущерб она понесла? Не совсем. Англия не понесла большого ущерба, но, но, но в Германии, России, во Франции, в Северной Италии, в Северной Италии, наметились очаги промышленного роста своей собственной. Если бы это продолжалось дольше, то картина бы изменилась. Я не помню, вот, я люблю очень примеры про швейцарские часы. Я его много раз рассказывал, возможно, кто-то слышал. Ну, просто он мне очень нравится своей такой абсурдностью. Мы сейчас говорим, что швейцарские часы – это что-то такое крутое очень, да? Швейцарские часы надежные, прочные, хорошие, там, не знаю, точные, да? Швейцарские хроновые, дорогие, хорошие. Так вот, в начале 19-го века было выражение, что это такая же дрянь, как швейцарские часы. А, да, почему? Потому что, когда фензентальная блокада закрыла доступ английским часовым мастерским на европейские рынки, то швейцарцы наладили производство часов, которые были, на самом деле, контрафактными. То есть, они их делали точно как английские. Они даже пытались английский маркет подделывать. Но, как они их делали? Они их делали точно как это потом стали делать в Советском Союзе. То есть, у них не было технологии изготовления. Потом они разбирали по винтику швейцарские, английские часы, они брали английские часы, разбирали по винтику и каждую деталь отдельно копировали. И потом собирались снова и смотрели, что получится. Как вы прекрасно понимаете, это работало очень плохо. Но дело в том, что в Советском Союзе делали ровно то же самое, так называемое, сдирание. Метод сдирания. Опять же, это ваше поколение, кто с советской инженерией сталкивался, был такой метод сдирания. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...